Добрый ранец 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 Дмитрий Котов, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля отбылся пленум областного отделения Белорусского фонда «Миру». На парадок дня были вынесены выники работы за минулый год и вызначение задач на 2016-е. Вероника Ворошилина с подробностями. Подтримание мира и спокойствия в нашей стране, громадянское патриотическое выхование молодых, установление и поширение международных совещаний в рамках программы «Народная дипломатия». Вось наибольш важные задачи, за якими что год поспехово справляется, в Гомельской областной отделении Белорусского фонда «Миру». Миротворцы Гомельщины и в целом Беларуси так само уносят великий уклад у справа доброчинности, и они оказывают подтримку и допомогу ветеранам войны и працы, детям-инвалидам, перселенцам из Украины, удельничающиеся у реконструкции монументом, тем самым заховывающие память про великую очинную войну и ее одважных героев. Стартовала 20 июня акция «Тут живе ветеран» до 9 мая, мы планируем всем ветеранам Великой Отечественной войны закрепить памятные таблички на квартирах и домах. К этой работе вместе с нами приступили общественные объединения патриотической направленности, это и союз офицеров, и объединение ветеранов, и Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз воровцев и кадет. И вот так мы единым фронтом сплоченно делаем вот такие, знаете, позитивные, добрые, хорошие дела. Работа Гомельского областного отделения Фонду Миру вельми шматгранная и широкая. Только за минуло 2015 год его члены провели и приняли удел прикладно в 100 миротворчих мероприемствах и акциях. Сирот традиционных и одночасово наибольш массовых и значных Международный марш Миру накирована на то, как обадать данину поваги и памяти героям Великой Отечественной войны. Акция «Мы славим человека мирной працы», подлюстровая пропаганду працавитостей и повышение прастыжу рабочих специальностей. Дорогое слово «матидя» житявляет сушенование шмадетных и мать-героинь. Женщин, які займают керуючие посады, житявляют громадскую и миротворчую деянесть. А самое главное – выховывать новых громадян, патриота у своей краины. Нельга не отзнашить и проведение Международного лагера дружбы «Крыничка». Подчас его школьники из Беларуси, России и Украины вучатся жить одной великой семьёй и рабить суместные добрые справы. Дарыча, во всех миротворчих акциях и мероприемствах Гомельского областного фонду «Миру» школьники и студенты з'являются не просто надзиральниками, а и полновартостными удельниками. Сучасные молодцы старейшее поколение передает лепшие традиции и умение будавать мосты дружбы и миру. Варта одначить делегации из России и Украины – одни из наибольш частых удельников миротворчих акций, які проводятся на Гомельщине. До прикладу дружелюбные совести с Курской региональной молодёжной громадской организацией «Объеднанный центр «Монолит»» існують уже каля 16-ти годов. До того ж, минавито супрационниство у миротворчей дейности по Межгомельской и Курской областю так само почалося взаимодействие у ГАН для экономицы и многих інших сферах. Первая ниточка, которая была установлена между нашими общественными организациями, дала целый спектр развития новых взаимоотношений между нашими областями, и губернатор Курской области Александр Николаевич Михайлов недавно в своём выступлении сказал о том, что на современном этапе Курская и Гомельская области имеют товарооборот и отношения активнее и больше, чем при Советском Союзе. На приконце пленума миротворцы Гомельской и Курской областей обменялись подячными грамотами и сувенирами у знак плённой суместной деяности. Межтым, подяки от областного и городского совета депутатов, а так само областного фонду «Миру» за великий уклад у проведения миротворчих мероприемств и акций так само отримали представники районных организаций Белорусского фонду «Миру». Вероника Варашилина, Икра Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Узровень захворваемости навострые респираторные вирусные инфекции и гриппу Гомели нижайший за прогнозный показчик на 18%. Об этом поведомил подчас брифингу у Гомельским гарвы Канкаме галоны державный санитарный урач города Миколай Рубан. За минулый тыдень до медиков звернулась окрыху больше за 5 тысяч захватываний. Большинство из них – дети. Назирается невеликий рост захворваемости. Однако у Сюрона показчики нижайшие, чем в минулом году. Максим Савин протягне. Эпидемичная ситуация не выкликает заклопоченности. Усё по сезону. По словах медиков, зараз у Гомели циркулюют негриппозные вирусы, які выкликают острые респираторные захворвания. Зарегистрованы только один выпадок захворвания на грипп. Серьезных ускладнений после АВРЗ так само не зарегистровано. В ближайший час медики чекают росту колькости захворелых. Максимальные уровни заболеваемости мы и планируем на первую декаду февраля. И учитывая, какой будет прогноз, то небольшой подъем заболеваемости может быть. До росту колькости захворелых на ВРЗ у Гомели готовы. У аптеках есть у необходимых объемах ассортименте медпрепаратов. На пире эту сдыму городские поликлиники будут працавать и у неделю. Однако серьезные эпидемии все ровно не шокают. Позбегнуть ее дозволить массовая вакцинация. Пришепки от гриппу зарабила больше за 40% насельництва. Политика в нашем государстве идет на то, чтобы предупредить развитие этой заболеваемости. Потому что 1 рубль, вложенный в вакцину, экономит 15 рублей, которые теряет государство на каждом случае заболевшим. Пришепки пришепками, однак медики все ж таки раят займаться профилактикой. Не перахолодживаться, позбегать шматлюдных мест, упрытрымливаться элементарных гигиеничных правилов. Угод культуры у Гомеля обмерковали перспективы развития Галины. С работниками сферы культуры города сустрелась информационная группа Гарвы Канкама. Об чём докладной шла размова, ведая Алексей Цюроу. 2019 год. Гомель недавно вызвали на от войска в Казировской Германии. У людей часто не хапает самого необходимого. И у таких умовах городский совет прямая решение о подкрытии народной консерватории. Зараз гэта дитячая музычная школа мастерства номер один имя Чайковского. Гэта факт яшэдно подтверждение. Пытанием культуры у Гомеля завсёдэ надавалася самая пинная увага. Сучастность не выключэнням. Сегодня у Гомеля открыты свыше 10 дитячих школ мастерства. Городские молодёжные и областные драматичные театры. Працуюсь библиотеки и картинная галерея. Музей военной славы и музей города. До этого можно додать фестиваль «Сорский карагод» и «Весёлка талентов». Международный конкурс «Музыка надеи» и форум классичной музыки. И никто не скажется на незапотребованность сбоку гомельчан. Чому есть логичное тумаченье. Анализируя очень многие годы, ты видишь и понимаешь, как люди тянутся к искусству, как люди тянутся к культуре. Ведь сегодня это и досуг, это и свободное время, это и формирование личности. Почас состречи информационной группы гомельчанского гарвоконкама с работниками культуры, размолы идя об социально-экономичном развитии города, вытворчестве продукции, внешнеэкономичной деятельности, будовництво жиле и дорог, и безумовно непосредная культура, на развитие якой только летость выдавала на маль 90 миллиардов рублей. От потребки этой галены у гомельчанского гарвоконкама не отмываются далей, а ли лечить метазгодным, больше активно притягивать позабюджетные, утримлеку спонсорские сродки. Это Петр Кириченко неутойвая. Экономичная ситуация не простая, и культура так само может унести свой уклад в ее полеобщение. Малого нарыться досягнутым, необходно зарабить эти поспехи основой для туристичной притягальности города, подкресливая Петр Кириченко. Новые времена, новые веяния и подходы новые. Турист, который приезжает, особенно если это зарубежный турист, он не только хочет просто отдохнуть, он хотел бы познакомиться и с культурой, с бытом народа, страны, куда он приехал отдыхать. Ведь мы с вами тоже делаем то же самое, когда приезжаем, словно говоря, в Египет, в Турцию или куда-то еще, в Западную Европу. Олег Синчеров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомитр». Сегодня у Гомили стартует городский этап республиканских профсоюзных конкурсов творчостей прационных коллективов «Новые имены Беларуси-2016». Организатор – Федерация профсоюза у Беларуси. Проект «Новые имены Беларуси» расплачался у минулым годе и отрымал велизарный поспех. Як означают организаторы, у новой редакции правил управедения отсутствует обмежование по взросле. При этом конкурсная программа будет складаться не только из вокальных номеров. У этом годе организаторы пропоновали новую номинацию «Выявленное мастерство», удельники которой смогут продемонстрировать свои сдольности у скульптуры и живописи, а так само фотографии. Программа мероприемства продуглеживает концерт, подрихтованная удельниками городского этапа конкурса, а так само выстава выявленного и декоративного мастерства. Керамичное панно, старожитное музычное инструмент, скульптура и посуд представлены на выставе «Теплые речи». Экспозиция декоративной керамики открылась в Гомельском областном центре народной творчести. Свои работы представили пять гомельских мастеров народных храместв Александр Новгородский, Владимир Андреянов, Тамара Дмитриева, Яна Коновалова и Сергей Дзядок. Выработки выполнены с применением разных технологий декорирования мастерской керамики. Все элементы упругоживания природного походжения глина, галинки, каренни. Этот инструмент называется «Акарина». В белорусском варианте «Карына-акарына». Вот звучит он примерно вот так. Особные выработки выполнены у старожитной технице молочения. Кали глина промыкается молоком и запекается у печи. Оценить экспозицию можно до 15 лютого. На открытом клубку Республики Беларусь по черлидингу, який проходил у Минску, первое место у номинации «Груповый старт» заняла команда юниора у Гомельского клуба «Грейс». И они ж стали саребранными призерами у командным выступлений. З уладальниками кубка сустрелася Светлана Князева. Мы соперникам бодрим, силу «Грейс» покажем им выше, легче и быстрей Кубок наш не робей! Гомельский клуб «Грейс» ярко демонструе. Черлидинг, який починався с подтримки спортивных команд подчас поборництва, сегодня самостоянный вид спорта. Он включает у себя скандирование, скачки, танцы, акробатичные и гимнастичные элементы, подтримки и пирамиды. На опошнем Кубку Украины по черлидингу клуб «Грейс» выдатно проявил себе у номинации «Чир», где спортсмены выконвают акробатичные скачки и будуют пирамиды запальной хореографии. Вогля, клуб иснует с 2009 года. У им займаются дорослые и юниорские составы. В юниорскую команду у выходят 17 человек, три хлопцы и 14 девчат. Этот состав займается усяго с восени минулого года, але на его рахунку уже четыре Кубки. Работа, работа, еще раз работа. Наши ребята действительно молодцы. Если бы не они, я думаю, Кубка бы у нас не было. Команда клуба «Грейс» двойчий чемпион Усходной Европы. В 2011 году она стала первой командой от Беларуси, якая приняла удел в чемпионате Европы и заняла первое место. Самым же великим досягнением тут лечат перемогу у европейской континентальной лизе, якая в минулом году проводилась у першиню. Сегодня «Грейс» лепшая жанучая команда по черлидингу у Европе. Зараз команда «Грейс» у парта протягва и расставаться до наступных стартов. Ближайшая из них с поборництвы у республиканской лизе по черлидингу, якая пройдет 21 лютого у Минску. А так само 5-го и 6-го саковика у Гомеле у открытым турниры по черлидингу Кубок Полесия 2016. До речи, у вересня минулого года по инициативе Федерации черлидинга и препотребцей Министерства Эдукации была организована Республиканская Лига черлидингу. У ее программе три этапы подрыхтолки и проведения. Первые прошли уже бесплатные семинары для всех, кто занимается черлидингом, преподавателей, тренеров, чтобы знали о правилах соревнований. Второй этап это региональные соревнования. Приглашаем всех на Кубок Полесия 6-го марта дворец легкой атлетики в городе Гомеля. Это будет областной тур Республиканской Лиги черлидинга. Ну и последний финальный пройдет в Минске 4 апреля. Сэтлана Князева, Валерий Гапанько, телерадо и компания Гомель. На этом наш ранешний выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам удалого дня. До новых сустречу эферы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова